Монета 1 рубль 2005 года. Российская Федерация. Санкт-Петербургский монетный двор. На реверсе монеты прописан номинал. Крупная цифра 1, чуть смещённая влево от центра. Под ней одной горизонтальной строкой обозначено название денежной единицы. Надпись рубль. Слева внизу и справа растительный орнамент. С листьями и бутонами. По окружности виден чётко выраженный кант. На аверсе, развернутом к реверсу на 0 градусов, то есть соотношение сторон медальное, в центре поля монеты, отчеканена эмблема Банка России, которая помещалась на монеты с 1992 года, когда ещё не был разработан герб Российской Федерации. Эмблема Банка России представляет собой двуглавый орёл с опущенными крыльями. Под герардически левой лапой орла, то есть правой со стороны наблюдателя, отчеканены мелкие стилизованные буквы СПМД, знак Санкт-Петербургского монетного двора. Под орлом полукругом выпуклыми буквами обозначено название эмитента, надпись Банк России. Ниже под горизонтальным разделителем, в виде двух разнонаправленных линий с точкой посередине, указан год чеканки, дата 2005. Над орлом полукругом вдоль канта прописано название денежной единицы и номинал, надпись 1 рубль. По окружности виден чётко выраженный кант. Гурт монеты рубчатый, состоящий из 110 рифлений. Изготовлена монета из медно-никелевого сплава. Магнитными свойствами не обладает. Весит монета 3,25 грамма. Диаметр 20,5 мм. Толщина 1,5 мм. Чеканили монету на Санкт-Петербургском монетном дворе. Тираж неизвестен. Средняя цена монеты от 10 рублей за состояние X-Fine до 100 рублей за состояние Uncirculated. Монета имеет 4 разновидности по штемпелю. Различается по пятёрке в дате. На основной части монет средняя часть пятёрки как бы приподнятая и более тонкая. В результате видимый зазор между вертикальным элементом цифры и концевой точкой довольно большой. В отличие от существенного меньшего зазора у другой части 1-рублёвых монет 2005 года, на которых вертикальный элемент пятёрки сильнее приближен к точке. И точка имеет не овальную, а круглую форму. Редкие варианты это средняя часть приспущена, то есть зазор меньше. И точка округлая. А у распространённых вариантов средняя часть приподнята и точка, вот эта, овальная. Редкие монеты с округлой точкой встречаются очень редко, одна на тысячу. И стоят они от 800 до 1000 рублей. Сейчас покажу на рисунке более крупно. Вот на рисунке слева распространённый вариант. Вот. Зазор большой и точка овальная. Справа редкий вариант. Зазор меньше. Средняя часть приспущена. И точка округлой формы. Варианты с широким зазором и овальной точкой часто встречающиеся имеют тоже разновидности. Вот. Более редкий вариант это дата отдалена от канта вот справа. Видите, слева дата приближена к канту. Здесь дата дальше от канта расположена. То есть размер изображения Аверса на таких монетах чуть меньше. Ни си-нумизматы признают легитимными вариантами отличия по размеру изображения. Ну, тут каждый пусть решает для себя. В онлайн-каталогах Сташкина и Кульвелеса такой вариант обозначен как очень редкий и статического встречаемости 1 на 5 тысяч. Вот эти редкие варианты с круглой точкой в свою очередь также подразделяются. различаются по перьям на туловище орла. Перья широкие слева вот и перья на туловище тонкие встречаются с одинаковой частотой оба варианта. Для тех, кто не хочет заморачиваться, вот вернусь к первому отличию. Достаточно посмотреть на вот эту точку, чтобы она была круглой формы. И вот этот просвет должен быть широким. То есть вот эта средняя часть приспущена. Извиняюсь, вот этот зазор должен быть узким, вот, ну как здесь. Для сравнения вот слева рисунок зазор маленький, точка круглая. Этого достаточно, чтобы определить дорогую разновидность. разновидность. Дорогую